Наша Мы в Испании, в Севилле, перед нами новый Forester, который в России появится уже летом этого года. Машина сильно изменилась, стала похожа, наверное, больше на Subaru XV. Под капотом у него может быть три мотора, два атмосферника, это двухлитровый и двухсплавинолитровый, и один турбированный мотор, два литра, выдающий потрясающие лошадиные силы. Автоматов теперь у Forester нет, есть только вариаторы, их два, один легкий для двухлитрового мотора, другой, побольше, потяжелее, для турбированного мотора и двухсплавинолитрового. Мы же попробуем покатиться. Мягкий пластик, ничего такого прям уникального, никаких изысков, но все просто, доступно и понятно. В дорогих моделях доступна навигация, здесь небольшой дисплей, он же показывает, собственно, все данные маршрутного комплекта. Теперь вот цена. Естественно, что цена на сегодняшний момент еще не объявлена. Но мы можем предположить, потому что Subaru разводит XV и Forester. Как вы понимаете, совсем недавно эта машина была практически в одной ценовой категории. Forester теперь будет чуть-чуть дороже. Мы едем вне дорог. Очень хорошая трасса, подготовленная специалистами компании Subaru. Колесами, в общем-то, совершенно обычный песок, немножко камней. И мы хотим посмотреть, что умеет Forester, потому что у него увеличился дорожный просвет аж до 220 миллиметров. Но, конечно, такие машины интересно испытывать у нас, в России, где грязно, где действительно можно сесть. А на испанской сухой дороге с нами вряд ли что-то может произойти. Есть система X-Mod. Она выполняет такую сложную функцию. Она включает целый ряд систем автомобилей, позволяет спускаться с горы спокойно, ехать на дорогах. Но она работает на скорости до 40 километров в час. Но сейчас уникальная возможность посмотреть на автомобили Forester всех поколений. Вот они, четыре машины, четыре поколения. Ну, а теперь самое время спросить совета у коллег. Сергей Воскресенский, журнал «Зрулил». На самом деле, эта машинка заслуживает внимания именно у любителей такой, не совсем внедорожной езды, но свободы, такой относительно природной свободы, в которой он чувствует себя очень уверенно. Он, это я имею в виду Forester. Я чувствую машину в повороте, я чувствую машину, когда она прыгает с трамплинчика и вывешивает колеса. Все это есть на руле, то есть все это понятно для водителя. И, как бы, в целом, опять же, настроено очень неплохо. Валерий Арутин, шмотовый. Лично для меня, конечно, правильный автомобиль вот этот автомобиль. Вне испанских дорог, скажем так, да, с соответствующим испанским бездорожьем автомобиль, в общем-то, не вызывает каких-то нибудь претензий. Все, все хорошо. Действительно, системы удерживающие, придерживающие тебя работают. Вот, и геометрическая проходимость очень приличная. Думаю, что, наверное, одна из лучших в этом классе. Наша.